Мы диагностируем участок на двух частотах, дается напряжение на трубу. Сегодня робот-сканер работает на улице Исакова. Один из специалистов наблюдает за процессом продвижения робота по трубе на экране ноутбука. Чтобы исследовать каждый миллиметр металла и выявить его тончайшие места на 200 метров в обе стороны, подрядчик использует метод переменного намагничивания. На бездефектном участке ток равен нулю, это синий фон. Бывают и другие цвета, к примеру, желтые и красные – свидетельство нездоровой ситуации в трубе, а именно вероятности ее скорейшего порыва. Специалисты говорят, что гидравлические испытания полной картины состояния труб не дают. При большом напоре рвется лишь там, где совсем тонко. А вот этот робот, который проводит обследование, это как раз та методика, которая сегодня выявляет полностью состояние трубопровода. И уже на основании результатов этого обследования мы можем четко выявить повреждения, которые произойдут в течение полугода, то есть в отопительный период. И, конечно же, мы эти повреждения будем после обследования устранять. Плюсов использования техники, разработанной в Санкт-Петербурге, достаточно. Есть и минусы для горожан. Трубы для обследования, к примеру, так же, как желудок или кишечник, должны быть пустыми. Совсем. Поэтому горячую воду тоже придется отключать, как при опрессовке. Процесс диагностики на Исакова немного затянется. Робот обнаружил препятствие на пути, поэтому специалистам пришлось применять экскаватор и копать еще один участок. Конечно же, мы будем думать над минимизацией сроков отключения потребителей. Все это, конечно, будем делать для того, чтобы эти сроки сократить и не уходить за те две недели, две с половиной недели, которые мы должны потребители отключать. Новый метод в Барнауле только начали применять. В ближайшие три года с его помощью планируют обследовать 65 километров теплосетей. Этим летом почти семь. После завершения работ на участке по улице Исакова начнут обследовать трубы по улице Молодежной в сторону Комсомольского проспекта. Всего нынче задействовать робота планируют на 14 городских участках, где трубы находятся в предаварийном состоянии. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.